Итак, одна из частей профориентации это, собственно, понимание того, нужно ли вам это все. Заметьте, выбор языка, реалии разработки и прочее мы будем обозревать дальше. Сначала нужно понять, стоит ли вам вообще дальше это самое время тратить. То есть, допустим, сидите вы перед монитором и у вас есть в голове идея «хочу стать программистом». Ну такая идея. Хочу сразу, кстати, разделить людей на две категории. Ну условно, конечно же. То есть, есть люди, которые давно увлекаются программированием, есть люди, у которых эта идея возникла относительно недавно или давно, но они ничего серьезного не предпринимали для того, чтобы свою цель реализовать. Сразу нужно понимать это. Потому что есть ребята, школьники, которые с детства увлекаются, делают какие-то игрушки, сайтики делают и так далее. Я не говорю о качестве этих продуктов. Но они постоянно что-то делают. Есть люди, которые вроде бы им это интересно, они даже, может быть, изучают программирование несколько месяцев или лет, даже несколько лет. Бывают и такие случаи. Но если спросишь этого человека о том, что ты за эти годы сделал, он, к сожалению, ничего не сможет назвать, кроме тестовых задачек из книжек. Важное понимание. Потому что, если мы говорим про первую категорию, то есть люди, которые постоянно что-то делают, увлекаются, тратят огромное количество времени на программирование и все еще новички, с ними все понятно. Это, скорее всего, их дело. И у них даже, опять же, скорее всего, не стоит выбор, кем не быть. Ну, в плане для самого себя решить. Я не говорю про проблемы с родителями и прочим, это мы разбираем отдельно. Я говорю про их осознание своей собственной цели в жизни, так скажем, на ближайшие какие-то годы. Ну, или просто чем им интересно заниматься. То есть им это искать не нужно. А вот второй категории. Тут нужно разобраться. Почему? В данный момент мы находимся в информационном пространстве. Огромное количество информации из интернета, видеокурсов. Вы видите истории друзей, какие-то ссылки, статьи и видео в интернете, фильмы типа «Социальная сеть», «Хакер» и прочее. Это все влияет на вас и на ваш выбор того, чем нужно заниматься в дальнейшем. Причем зачастую этот выбор принимается неосознанно. Поясню, что это такое. Я посмотрел один фильм, второй фильм посмотрел, послушал знакомых, и у меня сложилась в голове какая-то картинка. И мне кажется, что я хочу заниматься программированием, например. Или стать хакером. Заниматься сетевыми интерфейсами. Я видел, как хакеры очень классно набирают на черном экране какие-то буковки. Я не понимаю, что там происходит, но выглядит круто. То есть меня засосала эта атмосфера, и мне хочется стать частью этого всего. Знакомый случай. Не для всех возможно, но для кого-то этот случай знаком. По крайней мере для меня. Для меня это все было именно так. В начале 90-х фильм хакеры, старые фильм хакеры, история друзей, история Фидонетти и прочее, прочее, прочее. Все это создавало определенную ауру, атмосферу. Но в данный момент наше общество еще более информатизировано, так скажем. Информировано. То есть, историй все больше, сайтов все больше, все больше фильмов, статей, примеров, каналов на ютубе, курсов. И огромное количество историй о том, как много зарабатывают программисты, как они живут на Бали и работают оттуда. В общем, интересные, завораживающие, манящие истории. Так вот, теперь нам из этой всей груды плюсов нужно выгрести именно то, что вас привлекает в жизни. Это раз. И второе. Понять, а как же оно на самом деле. Собственно, как я и говорил, видео мы будем делать специально покороче. Поэтому сейчас мы перейдем к следующему видео, а эту тему выделим отдельно. Погнали.